Добрый день, коллеги, участники пятой конференции Трис Практиков. Меня зовут Леонид Каплан, Лен Каплан, и я приветствую вас из далекой Южной Кореи, где работаю на Samsung, компания Samsung Display. Значит, на эту конференцию я представил три взаимосвязанных статьи, и первая из них посвящена этой книге «Мозг стратега-победителя». В чем главный момент этой книги? Она описывает ситуацию, когда малый бизнес достиг первого своего успеха, большого успеха, и все хорошо, но на следующее утро буквально его начинают убивать большие конкуренты, с которыми бороться у малого бизнеса ни возможностей, ни ресурсов, в общем-то, нет. И что ему делать в этом случае? Ну, когда уже начали убивать, уже поздно что-то решать. Поэтому, как советует Трис, нужно что-то делать заранее. А заранее это значит подготовить какие-то стратегические, неожиданные для конкурентов, невидимые ходы, решения. И вот эти вот дюжина этих решений предложена здесь, в этой книге. Вторая статья описывает в развернутом виде пример, приведенный в этой книге, о том, как малый магазин, малый бизнес торговый, может бороться с сетью, с гигантской сетью больших универсальных магазинов. Например, Walmart. Третья статья касается внедрения инновационных инициатив в России. И вы знаете, что главное бедствие, главное препятствие этому внедрению, это система откатов. Статья так и называется. Как реализовать инициативу в условиях жестких откатов. Опять же, во всех случаях для решения, казалось бы, неразрешимых проблем используется один и тот же процесс, который мы называем ТРИС. Теория решения изобретательских задач. Этот процесс прост. Первое. Признай, что ты попал в неразрешимую, нормальным образом, ситуацию. То есть, в противоречие. Второе. Сформулируй это противоречие. Третье. Сформулируй идеальное видение. То есть, ситуацию, в которой этого противоречия просто нет. Четвертый шаг. Сформулируй идеальный конечный результат. То есть, путь от твоей нынешней ситуации к этому идеальному видению. Как сделать, чтобы все это совершилось? Естественным образом. Само. Чтобы при этом не возникли нежелательные побочные эффекты. И чтобы при этом не усложнять сильно свою ситуацию. И последний, пятый шаг. Это примени главный прием ТРИС. Двойную инверсию. Двойная инверсия заключается в следующем. Откажись от того ресурса, который тебя привел к проблеме. После этого сделай так, чтобы ты получил тот же результат, который ты получал и ранее. Потому что, если ты просто откажешься от этого ресурса, ты получишь нулевой результат. Вот об этом рассказано в этих книгах, которые будут представлены на этой конференции. Желаю вам больших творческих успехов, удач. И продолжайте святое дело распространения ТРИС. Спасибо. Удачи.